Девушки отдыхают В чем для вас он заключается? Я думаю, что никакого юбилейного труда особенного не было, потому как вот уже 15 лет я занимаюсь юбилеями, ну правда не своими, а чужими. Чужими. Это уже бренд чужие юбилеи. Да, но все-таки приказновение к чужому празднику становится настолько своим собственным праздником, что когда дело доходит до своего дня рождения... Это уже совсем легко. Нет, просто ну как-то так, ой, затесался какой-то еще. Обычно ведь бывает сапожник без сапог. Да, тем более, что я ни на какие поздравления художественные, естественно, не рассчитываю. Потому как я все-таки скорее прожил жизнь в режиме кустаря-одиночки. Несмотря на то, что со мной всегда была команда, всегда, но результативно я кустарь-одиночка. Поэтому мой юбилей – это такой проходной день, рабочий день. И я особенно на нем внимание свое не останавливаю, потому как гораздо интереснее заниматься чужими праздниками, что-то придумывать, самому в этом очаровываться, потом разочаровываться, потом еще что-то... Ну, допустим, вот я вам расскажу. Вот вроде мой праздник, и я как-то должен жаждать каких-то приветствий в свой адрес, вроде бы. Ну, так, по логике. У меня совершенно в другую сторону мысль работает. Но Владимир Михайлович Зельдин отметил в уходящем году свое 95-летие. И я по объективным причинам не попал к Владимиру Михайловичу на его юбилей. Я в это время был на Олимпийских играх, и, честно говоря, зимняя Олимпиада в Ванкувере доставила столько разочарований, что лучше бы вместо этих ванкуверских переживаний прийти на праздник Зельдину и запомнить его на всю жизнь. Это не значит, что я забуду Ванкувер. Но я пропустил юбилей, а материал к юбилею был готов. Чем же я был занят все свои предюбилейные дни? Я думал, как же в свой юбилейный вечер сделать то, чего мне не удалось сделать из-за Олимпиады в Ванкувере. То есть, как на своем юбилейном вечере поздравить Владимира Михайловича с уже наступившим 95-летие. Да, и должен вам сказать, что я придумал ход, прием, естественно, рассказывать ничего не хочу, потому что я надеюсь, что это может сохраниться у меня вот в моем вечере под названием «Я вспоминаю». Таким образом, это и чтец, и жнец, и надудей, и грец. Вы... Это моноспектакль. Это какой-то трансформированный моноспектакль, о котором уже многие слышали, он называется «Я вспоминаю». Да. Или что-то там поменялось? Ну, все-таки это дышащая история. Извините, я даже знаю, что у вас была идея поменять, например, название и найти такое более динамичное. Стоп! Дальше. И такое было. Потом еще одно было название в продолжении, я вспоминаю, ой, чуть не забыл. Да, да, да. Вот я хотел. Тут, смотрите, какое количество вариаций. Да. Но все-таки название осталось, я вспоминаю. А что тогда трансформировалось? Вы понимаете, как теперь принято говорить, формат одного вечера или одного моноспектакля не позволяет делать, ну, столько, сколько ты хочешь. Существует некая временная граница. И поэтому надо от чего-то отказываться и учитывать все-таки демократичность отбора или, например, демократичность зрительского образования на вечере, ну, в зале. Когда мы с вами встречались в прошлый раз в главной роли, вы готовились к сотому, юбилейному спектаклю «Морковка для императора». Было. Было. Спектакль в постановке Леонида Трушкина, в оригинале пьеса «Корсиканка», «Губыча». И если место действия «Остров Святой Елены» и время действия 1819 год не изменились, то у вас, насколько я знаю, поменялась партнерша. Да. Да. Инга Оболдина – замечательная актриса с мощнейшим актерским характером. Что, соответственно, поменялось в вас? Понимаете, вот очень хороший вопрос, потому как существует такое дежурное слово в театре «ввод». Ввод – это все равно, что трансплантация органа. Приживется, не приживется. Конечно. Если с артистом ничего не произошло, или с артисткой в связи с изменением партнера, значит, это все мертворожденная история. Вот мы сейчас сидим с вами, разговариваем. Теперь на моем месте будет другой человек. Он тоже будет отвечать на ваши вопросы. Но это уже другая история. И даже если вопросы будут примерно одни и те же, это все равно будет другая история. И все равно вы будете пристраиваться в этой беседе к своему визави, и визави будет смотреть на вас и искать, так сказать... Ну, конечно, это живая история, и этим ценен театр, безусловно. Да, если этого нет, театр мертв. Какая бы режиссура ни была. Вот мы сейчас с Леонидом Трушкиным приступили к репетиции одной французской пьесы. Так сегодня он называется «За знакомство». Хотя, да, пьеса называется по-другому, пьеса называется «Крутые виражи», потом в каком-то варианте она называется «Американские горки». А, так это Эрик Ассу. Да, 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 конечно. Да. Но вот находясь в процессе репетиции, и репетиции проходят с двумя артистками. Как у вас глаз загорелся? Что же это за симпатичные люди? Нет, очень, очень симпатичные. Я загорелся глаз, потому что я вижу, как каждая репетиция, потому что они репетируют в очередь, это разные репетиции. Аня Большова, замечательная артистка, работающая в Линкоме, есть еще одна исполнительница, это Олеся Судзиловская. Но они совсем разные. Но невозможно иметь одни и те же, что называется, актерские пристройки. Я не могу не идти от конкретной индивидуальности. Очень интересно. У меня никогда так не было, чтобы я сразу репетировал с двумя составами. Я вспомнил сразу, естественно, фамилию драматурга, этого француза. И, насколько я знаю, в 2004 году в Париже была премьера, потому что спектакль и пьеса, собственно, делались для Лена Делона. Да. У него больше 100 ролей в кино, а театральных работ всего 4. И можно понять, насколько для него цена была эта работа. Вы его никогда не видели, да, на сцене? Никогда. Никогда. Более того, я не видел ни одной версии этой пьесы. И я, не видя ничего, заранее хочу пропеть гимн Трушкину Леониду. Я не знаю, каков будет результат, но процесс и то, чем занимается Трушкин во время репетиции, как он разбирает внутренние ходы, я не видел, как Делон играет эту роль. Но то, что он не делает, то, чего добивается Трушкин, это 100%. А если Делон этого не делает, тогда это более складный или менее складный пересказ драматургического материала. Ну, Трушкин растворяется в актере, он любит актере. А я думаю, что там, я думаю, что там все очень просто. Я не видел спектакля, но мне кажется, все очень погружено в слова. У Трушкина слова важны, но совсем не на первом месте. Это и есть театр. И вообще, театр, который построен на бесконечном внутреннем действии, где нет этих мертвых зон, этого Бермудского треугольника, для того, чтобы обслуживать режиссуру, я очень это, как исполнитель, да и как зритель, я очень это всегда чураюсь. Я так люблю смотреть на живого артиста. Я не люблю, когда артист становится носильщиком режиссерского груза. Если я этого не вижу, тогда это чудо. Ну, как правило, вижу. Ну, Евгений Александрович Лебедев целую книгу написал об актерском монологе, при котором отсутствуют вот эти вот пустоты обслуживания режиссера. Там, правда, и режиссура была мощнейшая. Во-во-во-во. Я имею в виду мещане. А вот тут-то мы как раз и говорим, подходим к разговору о том, что это не значит, что нет режиссера. Режиссер есть, но он перед своим лицом ставит актера. И тогда ты не видишь этой режиссуры. Как только ты ее видишь, ты видишь просто какой-то прочерченный, там, я не знаю, простроенный механизм. Да, и все. Ну, такой совсем не театральный вопрос. Хотя, кто знает. Может быть, он скорее день рожденческий. Так. А какое самое веселое время в вашей жизни? Я думаю, что это вообще какие-то часы. Сказать, что с такого-то года или с такого-то месяца, такого-то года, по такой-то месяц, такого-то года, я был весел. Нет, это не так. Я могу... Тонометрировать, да. Да, я могу быть веселым в течение одного дня много раз, могу не быть вообще ни одной минуты веселым. Это все зависит, что там внутри происходит. Вот мне, например, мне весело с вами беседовать. Вот я хорошо себя чувствую. А вот когда мы закончим с вами беседовать, может, мне будет грустно, по какой причине, я не знаю. И все, и веселье закончится. Ну, так что. А может вас развеселить воспоминания, например, о неудачной сдаче экзамена для того, чтобы получить специальность инженера? Я не знаю, может быть, это уже такими легендами обросло, но экзамен, который называется «Канализация зданий». Основа строительного производства. Это просто вопрос у меня был по канализации зданий. Это назывался «Основа строительного производства». Ужас. Ужас. Это сейчас весело вспоминать. А тогда был просто кошмар, потому что я беседовал уже, что называется, на последней двоечке. И мне нужно было только завалить еще «Основу строительного производства». Ну, что вы и сделали. Ну, что сделать. Неважно. Все равно в день своего рождения так хочется поблагодарить всех-всех-всех, кто внес посильный вклад в развитие этого, прямо скажем, весьма непростого характера. И, в общем, конечно, вообще, ух, не ангел. Спасибо вам большое, Геннадий Викторович. Еще раз вас с днем рождения. Ой, спасибо. И юбилеем. Ну, какой это юбилеем. Ну, давайте все-таки считать, что это полу-юбилей. Хорошо. Договорились. Договорились. Спасибо. Спасибо. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» народный артист России, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. Счастливо. Обязательно увидимся с вами.